Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Автоплюс! С вами Пётр Шкуматов и в эфире программа «Итоги недели», где мы обсуждаем самые заметные и злободневные автомобильные события прошедших дней. Сюрприз для российских автовладельцев подготовили чиновники. С большой долей вероятности автомобилистов уже очень скоро обяжут устанавливать в свои автомобили так называемые «черные ящики». Подробнее в нашем сюжете. Российские чиновники одобрили идею обязательного оснащения всех автомобилей так называемыми «черными ящиками», устройствами, фиксирующими и передающими данные о передвижении, местонахождении, а также о техническом состоянии транспортных средств. Планируется, что все подобные самописцы будут объединены общей интеллектуальной телематической системой. Нововведение призвано упростить эксплуатацию автомобиля. Данные «черных ящиков» позволят оптимизировать маршруты и интервалы, а также распределять транспорт по свободным парковочным местам. В конце прошлого месяца была создана рабочая группа, которая разработает все необходимые нормативно-правовые акты. Эксперты отмечают, что информация с «черных ящиков» потенциально может стать легкой добычей для злоумышленников. А еще эти данные смогут в ближайшем будущем использоваться для выписывания штрафов за нарушение скоростного режима даже в тех местах, где не установлены дорожные камеры. Новый штраф может появиться в России. Отсутствие предупреждающего знака на автомобиле, например, о шипованной резине, в ближайшем будущем может обойтись автовладельцу в 500 рублей. Подробнее в нашем сюжете. В России уже в ближайшем будущем могут начать штрафовать владельцев автомобилей, не оснащенных предупреждающими знаками. К таким, к примеру, относятся знаки «начинающий водитель», «шипы», «учебное транспортное средство» и так далее. Соответствующий пакет поправок в правила дорожного движения Министерство внутренних дел внесет в правительство России. Если поправки вступят в силу, автомобилист будет привлекаться к ответственности на основании статьи Административного кодекса правонарушений, которая запрещает управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, в которых эксплуатация машины запрещена. Штраф за подобное нарушение составит 500 рублей. Плюс ко всему пакет поправок вводит ряд ограничений для начинающих водителей. Для автомобилистов, стаж которых составляет менее двух лет, максимальная скорость езды по любой дороге будет ограничена на отметке 70 км в час. Также новичкам будет запрещена буксировка других транспортных средств. Кроме того, неопытные водители мотоциклов не смогут перевозить пассажиров. Но основная критика этих предложений МВД коснулась не столько новых штрафов, сколько ограничения новичков в скоростном режиме 70 км в час на всех дорогах. Ведь опытные водители знают, безопаснее всего двигаться со скоростью потока, каким бы он ни был. Но знают ли об этом в ГИБДД? Стоит отметить факт, что аварийность в России в 2016 году серьезно снизилась. Правда, общее количество погибших на наших дорогах по-прежнему ужасает. Подробнее в нашем сюжете. Ко дню памяти жертв аварии российская госавтоинспекция подвела итоги работы за предыдущие 10 месяцев. Особое внимание было уделено организации безопасности и работе по снижению смертности на дорогах. По данным статистики, за отчетный период произошло более 142 тысяч аварий, что почти на 7% ниже аналогичного показателя прошлого года. В этих авариях погибли 16 749 человек. Таким образом, уровень смертности на дорогах снизился на 12,7%. Не последнюю роль в этой маленькой победе сыграла информационно-пропагандистская работа. В настоящее время реализуется федеральная целевая программа повышения безопасности на дорогах. В рамках этой программы госавтоинспекция совместно с экспертным центром движения безопасности провела широкомасштабные социальные кампании. Они коснулись и пожилых людей, которые по статистике являются одними из самых опасных участников дорожного движения. Конечно, отдельные задачи, каким образом разработать программу и начать коммуникацию с этой очень важной аудиторией, в ряде регионов она составляет порядка 30-50% населения. В следующем году стартует новая программа, направленная на взаимодействие водителей и пешеходов. Ноябрь и декабрь – два самых опасных для российских автомобилистов месяца. Ведь именно перед Новым годом и происходит резкий рост аварийности. Как обезопасить себя и других участников дорожного движения от опасностей, которые нам несет зимний период, мы поговорим с нашим гостем, инструктором экстремального вождения Максимом Нелидовым. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, как подготовить автомобиль к зимнему сезону так, чтобы не было неожиданностей? Ну, для начала надо подойти к вопросу замены всех агрегатов, которые влияют на вождение. То есть это все жидкости, такие как масло, масло в двигателе, масло, опять же, в рулевом управлении. То есть жидкость гидроусилителя руля, да, чтобы ни в коем случае она не замерзла и не помешала нам крутить руль. Опять же, немаловажно поменять тормозную жидкость, потому что тормозная жидкость телескопичная, она может накапливать воду. В зимний период вода может замерзать, тем самым тормозные усилия будут немножко тяжелее. И нам будет тяжело вдавить педаль тормоза, тем самым мы можем создать аварийную ситуацию. Опять же, немаловажный фактор – правильно выбрать резину, да, что резина все-таки должна быть достаточно дорогая, потому что она должна быть под разные температуры. Многие из нас живут в условиях крайне севера, где температура очень высокая. Поэтому здесь надо подойти к моменту такому, чтобы посмотреть, какие у нас в большей частности зимние условия, насколько они холодные, и выбрать специальную резину для этого. Если у нас все-таки город больше такой северный, и там больше льда и снега, конечно, безусловно, лучше брать шипованную резину, потому что сам шип является механическим зацепом, он может зацепиться за лед, и машина будет спокойно останавливаться и разгоняться. Если у нас город больше такой, имеет плюсовые температуры, то, конечно, мы можем выбрать и бесшипованную резину. Ну, а если мы все-таки выезжаем куда-то там за город и едем по дорогам, где нечищены, лучше брать все-таки шипованную резину. Максим, а вот сейчас развернулась такая баталия между любителями шипованной резины и не шипованной. Приводятся разные данные, что шипованная резина даже хуже тормозит в условиях города, где применяются реагенты, например. Есть ли какие-то альтернативные, вот, допустим, у вас данные, действительно ли шипованная резина на асфальте хуже тормозит, чем не шипованная, на мокром асфальте? Ну, скажем так, да, если бы асфальт был теплый, то есть плюсовая, сильно плюсовая температура, то есть там 7 градусов и выше, то, безусловно, да, шип не смог бы остановить автомобиль, потому что механическое движение шипа втыкивалось бы в асфальт, асфальт бы не мог прозойтись, и мы бы проскальзывали. А в наших условиях все-таки у нас температура может быть как минус, так и плюс. Все равно вот эта водичка у нас попадает в асфальт, она небольшую корочку образует тоненькую на асфальте, тем самым шип может в нее войти и лучше остановить автомобиль. Поэтому, конечно, если говорить о первоначальных людях, которые вот садятся только за руль и начинают свой опыт вождения, им желательно, конечно, всегда шипы на первый год. Потом они уже могут выбирать в зависимости от своего стиля вождения. Но большинство, конечно, людей, которые даже со стажем выбирают все-таки шипованную резину, так как выезжая из-за двора, мы можем столкнуться, что где-то двор плохо почистили, где-то мы в повороте неожиданно попадаем на лед. Мы же не можем от всего себя, скажем, застраховать. Наша главная задача, чтобы та ситуация, которая критическая, с нами произойдет, не дай бог, в какие-то там 10 лет, мы были полностью к ней готовы. И тут, конечно, выбор шипы. Максим, вы упомянули о стиле вождения. Очень многие эксперты говорят о так называемом зимнем стиле вождения, но не раскрывают это понятие. Что же это такое? Тут здесь дело все в том, что когда мы ездим летом, мы привыкаем к быстрой езде, может быть, где-то позднему торможению, хорошей отзывчивости управления автомобилем. То есть мы подъехали в поворот, повернули, машина действительно повернула. Зимой мы садимся в автомобиль, мы нажимаем на тормоз, он не останавливается. Подъезжаем в поворот, начинаем поворачивать и понимаем, что автомобиль плохо нас слушает и начинает поворот. Здесь немаловажно, чтобы мы поменяли свой имидж и стиль вождения. То есть мы заранее знаем, что автомобиль сразу нас не может послушаться, значит, мы должны какой-то период времени сделать для торможения, для поворота, то есть поворота руля. То есть подъезжая непосредственно к повороту, мы заранее начинаем притормаживать, заранее готовим себе место, чтобы повернуть руль, поворачиваем руль на малый градус. И тут мы понимаем, что машина прям тут же не поворачивает. И здесь не надо делать критическую ошибку. То есть не надо поворачивать руль больше, нужно чуть-чуть подождать. Она все-таки может зацепиться и повернуть в поворот. Это мы говорим про передний привод. Тут не очень важно, какой привод. Дело в том, что в любом приводе автомобиля поворачиваются только передние колеса. То есть они задают нам изначально сцепные качества. То есть если у нас передние колеса проскальзывают в любом приводе, мы не можем повернуть. Поэтому такая же вещь может случиться как и на полном, как и на переднем, как и на заднем приводе. Но на переднем приводе такая штука случается гораздо больше. Почему? Потому что у нас в основном и расположение мотора переднеприводного автомобиля впереди. То есть там очень большая тяжесть, которая давится на эти колеса. Опять же, при добавлении на газ эти колеса имеют больше мощности. То есть они могут легче сорваться с покрытия, потерять свое сцепление. И, конечно, на переднем приводе мы к этому явлению можем очень чаще прийти, чем на всех остальных приводах. Но так же случается и везде. То есть все равно любое наше неслушание передних колес, мы их заставляем повернуться в обратное положение. То есть встать ровно. А потом мы можем повернуть еще раз, если в действительности у нас продолжается поворот, или есть какая-то там яма, чтобы объехать. И посмотреть, как автомобиль нас слушается. Если он вообще не слушается, можно легкими движениями покрутить чуть-чуть руль. То есть на 5 градусов туда-обратно, туда-обратно. Но главное легкими, потому что как только мы силой крутанем руль, колесо сразу соскальзывает в покрытие, автомобиль не может задержаться. Поэтому основная такая концепция зимнего вождения, что мы все делаем заранее, все делаем плавно. Мы плавно поворачиваем, плавно его в руль возвращаем обратно. Также плавно тормозим и плавно отпускаем газ. Хочу заметить, что зимой мы должны ездить таким стилем, чтобы машина не ехала так называемым накатом. То есть что имеем в виду? Если мы говорим о том, что летом мы можем себе позволить разогнать автомобиль, чуть-чуть приотпустить газ, он сам по себе катится. Конечно, это и летом небезопасно, но некоторые водители могут это сделать. Зимой все наши ошибки превращаются в катастрофу. То есть наша задача только, чтобы выжить и исправить их. Когда мы отпускаем газ, автомобиль, к сожалению, не имеет тягу вперед. Значит, он может подскользнуться и влево, и вправо, и куда угодно. Поэтому для более безопасного вождения автомобиля нам нужно всегда либо чуть-чуть разгоняться, либо чуть-чуть притормаживать. Но движение на отпущенных педалях у нас быть не должно. Максим, вы упомянули о том, что даже на самой ровной дороге можно попасть в неуправляемый занос. Получается, что колея зимой гораздо опаснее, чем ямы? Тут речь идет о том, что если мы попали в колею, вот мы до этого проговорили, что только передние колеса поворачиваются, значит, задние колеса всегда едут по колее. Их оттуда достать очень сложно, потому что, когда мы поворачиваем передними колесами, у нас перед выезжает, зад остается там. То есть это, опять же, занос. Тут получается ситуация в следующем, что если мы попадаем на колейность, лучше по ней ехать и потихоньку стараться снижать скорость. Ни в коем случае не тормозить, не вращать рулем, никаких таких действий не должно быть. Скорость мы можем чуть-чуть погасить при отпускании педали, и за какое-то время она все-таки будет гаситься, и мы аккуратно на малой скорости попытаемся из нее вылезти. Яма же несет опасность только в торможении. Дело в том, что все современные автомобили, ну, скажем, большинство-то точно, имеют систему АБС. АБС работает по принципу, что когда мы нажали сильно на тормоз, чтобы наши колеса не блокировались, она их приотпускает. И тут момент, что каждая электронная система считывает информацию из колеса. Если колесо остановилось, электронная система начинает работу свою и начинает его отпускать. Когда само колесо находится на дороге, электронная система может с легкостью понять, сколько в ней оборотов происходит за колесо за какой-то период времени. А когда у нас колесо попадает в яму, оно же не всегда прикасается к какому-то дорожному покрытию. Оно может быть где-то и в воздухе. И тут электроника немножечко не может помочь нам выйти из данной ситуации. Либо колеса у нас заблокируются, либо разблокируются. Тормозной путь, в общем, будет очень огромен. Поэтому, когда мы видим зимой яму, мы стараемся до нее лучше притормозить. Саму яму тоже тормозить не рекомендую, потому что, опять же, все механические части, как тормоза, наши тормозные диски могут прийти в неисправное положение и отказать просто. Лучше либо до, либо после уже тормозить. Максим, а вот эти хваленые системы, электронные системы, системы стабилизации, устойчивости, они вообще зимой сильно помогают водителям? Очень сильно помогают. Всегда рекомендую всем, конечно же, покупать современный автомобиль со всеми устойчивостями, которые там есть, всеми электронными системами, потому что они помогают изначально водителям выбраться из тяжелых ситуаций и в них не попасть. Но большинство из этих систем направлено на ошибку водителя, которую он может совершить. К сожалению, не бывает такой системы, которая задает автомобилю автопилот. То, что он с одной точкой в другую безаварийно доехал. Все равно мы управляем автомобилем. Все равно, как показывает практика, вот я на площадке, когда показываю людям, как работает электронная система, у меня практически все автомобили смогли развернуться. Хотя они мне помогали. Они помогали где-то притормаживали, где-то там добавляли газ и так далее. Система, конечно, работает хорошо, безусловно, но она на определенных скоростях. Если мы едем с маленькой скоростью, мы можем быть, в принципе, очень часто уверены в том, что машина повернет, послушается, притормозит. Но если наша скорость возрастает уже какой-то большой, тут действуют законы физики, и никакая система нам не может их противодействовать. Какую скорость вы бы порекомендовали держать участникам дорожного движения зимой в условиях, когда дорога не очень почищена, или колейность, или, возможно, ямы? Сколько? 60, 80, 100, а может быть, 40? Тут есть такая интересная аксиома даже в автоспорте. Чем медленнее мы зайдем в поворот, тем раньше мы можем нажать на газ, начать свой разгон и выйти из него. Либо наоборот. Чем быстрее мы войдем, тем медленнее мы выйдем. Речь идет о том, что чем медленнее мы поедем, то есть в пределах, если там снег, лед, там 20-40 километров, не доходя до 60, то автомобиль в действительности будет наслушаться. А как распознать скользкую поверхность? Ведь есть разновидности гололеда, например, черный лед, который из машины вообще нельзя заметить, нельзя понять, что перед тобой не голый асфальт, а асфальт, покрытый куркой льда. Очень много связано вождение со звуками. То есть когда мы едем, мы слышим хороший шелест под колесами. Когда это все-таки лед, шелест становится другим. То есть каждому водителю нужно прислушиваться к своему автомобилю, и он услышит, какую поверхность под ним. Конечно, очень хорошо, если водитель, выехав на любую дорогу, и едет, может быть, долгое время, не час, не два, может быть, очень много, температура воздуха может меняться, и меняться, естественно, покрытие под ним. Поэтому желательно, конечно, всегда пробовать притормаживать посильнее, при этом, конечно, посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы никого не было, и прощупать то, что под нами. Потому что большинство водителей, конечно, смотрят вперед, думают, а, асфальт, серенький, можно ехать быстро, тут какая-то нештатная ситуация, то есть, не знаю, он заезжает в поворот и понимает, что это лед. Нажимая на тормоз, он только ухудшает себе ситуацию и попадает, конечно, в чрезвычайную. Но если такая ситуация случилась, конечно же, мы все пугаемся, потому что мы люди, и мы делаем много разных движений. То есть, мы бьем сильно по тормозу, начинаем вращать рулем, тем самым мы ухудшаем себе ситуацию. А лучше всего, если такая ситуация произошла, что мы заехали в поворот, а там лед, а мы думали, что это асфальт, постараться максимально плавно, без лишней резкой моторики, то есть, руление, если у нас оно есть, оно какое-то минимальное совсем. Максимально плавно скинуть скорость, постараться максимально плавно распрямить наши колеса, чтобы прямолинейность была больше. Лучше уже выпрямить автомобиль, а потом повернуть еще раз, чтобы преодолеть такую стихию. Практически каждая четвертая смерть на российских дорогах происходит в эти два месяца, ноябрь и декабрь. Это связано с тем, что наши водители, к сожалению, не готовы, прежде всего, психологически, к тому, что на дороге будет лед, снег, колея ледяная или другие нехорошие условия. И, безусловно, рекомендации, которые мы вам можем дать, они очень простые. Первое. Не разгоняйтесь. Убивает всегда скорость. Второе. Не делайте за рулем резких движений. Не тормозите резко, не крутите рулем резко. Соблюдайте дистанцию. Ну а если вы хотите действительно почувствовать всю мощь вашего автомобиля, запишитесь в специальную школу экстремального вождения и действительно улучшите ваши навыки управления вашим железным конем. А с нами был инструктор экстремального вождения Максим Нелидов. Максим, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, Петр. А сага сегодня – это как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Как именно реформировать систему автострахования в России, сегодня, похоже, не знает никто. А вот предложений в последнее время высказывается множество. Подробнее в нашем сюжете. В Министерстве финансов подготовили ряд поправок к действующему закону об ОСАГО. Ведомство предлагает изменить ценообразование в автогражданке таким образом, чтобы при расчете стоимости полиса учитывались не характеристики транспортного средства, а история вождения и манера езды автовладельца. По мнению авторов поправок, действующая сегодня система тарификации не позволяет страховщикам сделать клиенту скидку с учетом личностных характеристик автолюбителя. Новый метод расчетов коэффициентов страховых тарифов позволяет учитывать наличие у водителей неоднократных административных или уголовных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. В Российском Союзе автостраховщиков к инициативе отнеслись с осторожностью. Для каких-то решений специалисты РСА должны просчитать риски нововведения для участников рынка и возможную стоимость полиса. К сожалению, почти все идеи по реформированию системы ОСАГО влекут за собой увеличение стоимости полиса для водителей. А как сделать так, чтобы и качество страховки выросло, и цена упала, никто из чиновников не говорит. Дорожные фонды в регионах в следующем году ждет серьезное сокращение финансирования со стороны федерального бюджета. Качество ремонта и содержания дорог может серьезно упасть. Подробнее в нашем сюжете. Российские чиновники разработали проект бюджета на ближайшие три года, в котором предлагается сократить до минимума поддержку региональных дорог из федерального бюджета. В следующем году власти готовы выделить регионам 42 миллиарда рублей, а в 2019-м только 23,5 миллиарда. Фактически руководству субъектов федерации придется искать деньги на ремонт дорог самостоятельно. Кроме того, правительство заберет часть доходов, из которых формируются дорожные фонды. В 2017 году регионы будут получать не 88% топливных акцизов, а лишь 62% и далее по убывающей. Таким образом, через три года местные бюджеты недосчитаются 450 миллиардов рублей. Источников дохода у региональных властей в этой ситуации несколько. Сбор штрафов, повышение транспортного налога, а также отчисление от системы Платон. Впрочем, отдельно отобранные правительством регионы получат 40 миллиардов рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». Идея перечислять все штрафы за нарушение ПДД в дорожные фонды уже давно витает в воздухе. Но вот Государственная Дума пока не торопится принимать соответствующие законопроекты. В Москве платная парковка перестала справляться с количеством желающих поставить свою машину в центральной части города. Бороться с загруженностью парковочных мест предлагается путем повышения тарифов на парковку. Подробнее в нашем сюжете. Специалисты Московского автодорожного института предложили поднять стоимость платной парковки в столице до 230 рублей в час. Подобные меры объяснили тем, что парковки в центре Москвы загружены более чем на 90%. По данным специалистов автодорожного института, ситуация на внеуличных паркингах с завышенными тарифами стоимостью до 300 рублей в час совершенно другая. В пределах бульварного кольца такие стоянки не загружены и наполовину. Российские чиновники восприняли инициативу с осторожностью. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов заявил, что более детально обсуждать увеличение стоимости парковки можно будет лишь после исследований и детального анализа. К сожалению, строительство новых паркингов, в том числе и подземных, городскими властями всерьез не рассматривается. А жаль, ведь это могло бы по-настоящему разгрузить уличные парковки. Как решать проблему пробок, парковок, да и вообще, можно ли распутать российский транспортный городе в узел? Мы поговорим с нашим гостем, членом правления объединения планировщиков Александром Антоновым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вообще, в принципе, можно решить транспортные проблемы в наших российских городах? Это касается не только Москвы, но и вообще, в принципе, любого города, какой ни возьми. Ну, наверное, надо рассматривать транспортную проблему в комплексе. То есть это перемещение людей, товаров из одного места в другое. То есть это не просто проблема автомобилей. Хотя, конечно, очень многое сводится и к уличной сети, и к, собственно, к тому, как человек перемещается на автомобиле, на общественном транспорте, на том же велосипеде, на чем он. Если посмотреть на проблему глубже, действительно ли платные парковки могут в ближайшей или, может быть, далекой перспективе решить проблему пробок в наших городах? Ну, не знаю, как проблему пробок, потому что пробки – это, наверное, только частный такой срез. Но если мы посмотрим, все-таки все большие, крупные города и даже не очень крупные города в Европе, тем более в Азии, они так или иначе обременяют владельцев личного автотранспорта какими-то экономическими поборами. Это может быть парковка платная, это может быть въезд платный, это там еще какие-то ограничения на продажу автомобилей. Но экономически в больших городах, даже в средних городах, обязательно это регулируется. Обязательно владельцы автомобиля несет какие-то затраты. Ну, вот вы сказали по поводу обременений. Есть, в частности, в Японии обременение автовладельцев. Необходимо наличие парковочного места для того, чтобы поставить на учет автомобиль, да и вообще купить его. Но в наших городах парковочных мест как таковых нет. Если мы посмотрим, где паркуются люди, да где придется. Гаражей у нас не так много, да и те сносят. Площадок, предназначенных для хранения автомобилей, пусть даже за деньги, их тоже днем с огнем не сыщешь. Почему это не планируется заранее? Почему все это происходит прямо на наших глазах? Строятся огромные башни многоэтажные, фактически без парковочных мест. Ну, знаете, неожиданно оказалось, что жизнь немножко лучше, чем нам кажется. Действительно, мы прошли 20-25 лет перехода от полностью неавтомобилизированной страны к полностью автомобилизированной за вычетом всей инфраструктуры автомобильной. Мы не строили дороги, улицы, паркинги. Мы покупали автомобили. И вот сейчас как раз настал тот рубеж, когда стало понятно, что маятник должен качнуться в обратную сторону. Я тут попал в жюри одного градостроительного конкурса, да и все комплексы комфорт-класса в Москве, большая часть комплексов комфорт-класса в области, которые сегодня строятся, имеют подземные парковки для израсчета, ну, примерно, либо одна машина на семью, либо, как минимум, 0,3-0,4 парковочных мест на семью. Почти все. То есть сегодня уже, и это надо понимать, что это комплексы, заложенные и придуманные вчера, то есть, условно говоря, в 2010 году, да, сегодня уже, я думаю, это просто будет дурной тон, делать объекты без подземных парковок. И то, что мы увидим через три года, через пять лет, вводимое в строй, оно будет уже другим. Александр, но ведь сейчас озвучивается такая идея, что, наоборот, надо строить многоэтажные дома без парковок. Как это делают, например, в Лондоне, чтобы люди просто не покупали автомобили, а пользовались общественным транспортом? Ну, это идея о том, что мы должны с феодализма сразу перескочить в коммунизм, да, минуя капиталистический строй. Эта идея хорошая, но она пока еще, как сказать, история не знает, где бы она удачно реализовалась, да. Все-таки есть какой-то менталитет. Все-таки наш менталитет, менталитет человека, у которого не было, да, у трех поколений людей не было автомобиля, хотя, может быть, кто-то и мог бы его даже иметь, и хотел бы иметь, да. Сегодня вот так нельзя прям сказать, что вот все вот раз, все, хватит, присытились, это не цивилизованно, это неправильно, да. То есть вот этот автомобильный бум там в Штатах был, ну, в 50-е, там, в 60-е, да. Он у нас на 50 лет задержался. И вот так вот отрезать за 5 лет, нет, ну, это можно, но какими-то совершенно, наверное, недемократичными методами, да. Александр, давайте вернемся тогда к сравнению нашей страны, наших городов с европейскими. В Лондоне, несмотря на то, что этот город очень сложный, тоже разделен рекой, в два раза больше автомобилей на душу населения, нежели чем в Москве. Но в Лондоне нет таких катастрофических пробок, как в нашей столице. В чем секрет? Ну, это не секрет, это все специалисты говорят. В России гораздо меньше площадь и протяженность уличной сети. То есть дорог просто не хватает? Да, нам не хватает дорог, нам не хватает правильной структуры дорог, да, потому что должны быть дороги, которые обеспечивают транзит через весь город или хотя бы через половину города, да. Должна быть районная сеть, должна быть местная сеть жилых кварталов. И, что самое главное, должны быть очень аккуратные и грамотные переходы между этими разными сетями, которые по-разному работают, чтобы вот на границе вот этих вот разных типов сетей не происходили какие-то катаклизмы. Да, у нас 25 лет мы строили, строили и строили, мы перестали строить транспортную сеть. И на самом деле мы живы только потому, что в советское время была заложена, на самом деле, избыточная транспортная сеть, да, для того времени, когда машин вообще не было. А если возвратиться, опять же, к советскому периоду, то тогда старались расширять дороги, делали вот эти самые магистрали. Все помнят генеральный план Москвы, который, к сожалению, не воплотился в реальность. С теми самыми хордовыми магистралями через весь город в Санкт-Петербурге, слава богу, построили и КАД, и западный скоростной диаметр сейчас тоже там скоро заработает. Но все равно, все равно по-прежнему проблемы сохраняются. Можно ли, в принципе, сейчас решить транспортную проблему путем строительства вот тех самых дорог, о которых вы говорите? Я думаю, можно. Но если не решить проблему, то нужно это делать, потому что все равно пропускной способности у нас не хватает. Даже если в советское время стремились строить широкие дороги, то их частота была очень низкой. Расстояние между улицами, микрорайон, это 800 метров. Если сравнивать с обычной квартальной сеткой, ну это в 5, 7, 8 раз реже. То есть частота уличной сети должна быть, конечно, гораздо больше. Если мы посмотрим на любой, практически на любой европейский город, то при всех этих идеях о том, что машину надо выдавливать, из города, что надо, что это плохо, автомобиль в городе, вы через город можете проехать, практически через любой город, можете проехать, ни разу не остановившись. И не обязательно уезжать где-то там на объездную дорогу за 20 километров от центра города. Практически везде есть дороги, которые идут, если не через центр, то через какие-то, так сказать, срединные районы. Они частично уходят под землю, они еще как-то спрятаны, они встают на ножки, и никто не беспокоится, что бедные жители, будет им плохо, так сказать, жить и смотреть на колеса автомобиля. Что поделать? Артериальная, вот кровеносная система города – это самое важное. И за этим… Это нужно развивать прежде всего. Министерство транспорта недавно озвучило цифру, на которую рассчитана наша транспортная сеть. 170 автомобилей на 1000 человек. Если посмотреть на данные автомобилизации по миру, то это где-то на уровне стран Африки. Неужели сейчас всерьез рассматривается такой вариант, чтобы сократить число автомобилей у нас в стране разными способами до такого среднеафриканского уровня? Ну ведь дороги же мы не можем построить новые. Это дорого, долго? Ну, во-первых, если от Африки пойти еще дальше на восток, то есть два замечательных города, очень экономически сильных, развитых, и один из них периодически ставится нам в пример, да, это Сингапур и Гонконг. Я не знаю уровень автомобилизации в Сингапуре, в Гонконге он 98 автомобилей на 1000 человек, да? При этом это один из экономических мировых центров, и как бы там живет 7 миллионов человек, так же, как в Москве неизвестно сколько, приезжает из континентального Китая, Филиппин и прочее, прочее, работать. Город живет, город нашел свою нишу, город нашел, создал трехэтажную систему коммуникации, да, когда там три полосы, три полосы под автобус, да, и такси, и владеть частным автомобилем, это, в общем, там, ну, я не знаю, кому это позволено, да? Возможно, это какой-то выход для городов, потому что действительно на этих пробках, ну, экономика, конечно, теряет, ну, и экономика теряет, и люди теряют очень много времени, да, но мы проводим там час-два, ну, это же действительно, это наша жизнь, и как-то, может быть, аккуратно, ну, аккуратно все-таки надо, может быть, перестраиваться, если мы действительно не имеем средств сегодня догнать по дорожному строительству. Ну, тогда ведь наш автопром просто обанкротится. А, вот это вот действительно такая интересная история, что где-то там лет 10 назад, да, автопром был у нас бог, и все очень беспокоились о том, что остановится автоваз, вот мы 10 лет беспокоились, да, и, в самом деле, ну, мне кажется, что наконец-то мы перестали об этом беспокоиться, потому что не такой уж это пуп земли, ну, выпускает он там, ну, миллион, ну, 400 тысяч, все равно это какие-то миллионные доли процентов российской экономики, ну, остановится, остановится, начнет выпускать двухместные электромобили, в конце концов, давайте делать что-нибудь другое. Автомобильная отрасль – это не только заводы, но и сервисные предприятия, это еще и производство автокомпонентов. В целом, по оценкам экспертов, это больше десятка миллионов рабочих мест. И если вдруг у нас сейчас в стране автомобилей станет в два раза меньше по норме, которая отведена нам российскими чиновниками, то большая часть из этих людей потеряет работу. Конечно же, это страшный и негативный сценарий развития, развития нашей страны и автомобильной отрасли в целом. Поэтому, надеюсь, он так и останется сценарием и прогнозом. А у нас был в гостях член правления объединения планировщиков Александр Антонов. Александр, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, приглашайте. С вами был Петр Шкуматов и программа «Итоги недели». Также слушайте меня на радио «Русская служба новостей». До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»